Иногда люди платят за то, за что платить не должны. Так, жители некоторых однотипных пятиэтажек на протяжении долгих лет оплачивают несуществующий лифт. Иногда доходит до абсурдного. В квитанциях ЖКХ может появиться строчка оплаты кладовок. Ситуация скорее печальная, нежели смешная. Надежда живет в девятиэтажном доме. Пять лет назад управляющая компания подняла тариф на услуги лифта. И в том же году женщина попросила расшифровку тарифа. После небольших расчетов получилась итоговая цифра. Нам прибавляют еще 2 рубля 59 копеек. Умножаем 3787. Нам еще 9800 прибавили. А это за что? За третий лифт. Пять лет мы платим. Это 120 тысяч в год. Надежда решила узнать, сколько же на самом деле стоит обслуживание лифта. Для этого она обратилась в Рязань лифт-сервис. Я пришла и говорю, вы мне, пожалуйста, я как частное лицо, не запрос. Я говорю, вы мне скажите, вот у вас есть цены. Сколько стоит 12-этажный лифт? Обслуживание 12-этажного лифта в подъезде. Это стоит 6300. 6300, да? Умножаем на 2. Это 12600. Теперь вот мне ответ. Сколько мы платим? А мы платим 690 за квадратный метр. Если 690 мы умножим на 3787 метров, мы платим 26 тысяч. А должны 12. Случай надежды не единичный. От перерасчета тарифов в сфере ЖКХ не раз страдали кошельки горожан. Поэтому, чтобы такого не происходило, есть правило предоставления коммунальных услуг, где четко написано, что за структура услуг по содержанию жилья и коммунальных услуг. Других выдуманных не существует. Конечно же, бывают и дополнительные услуги. Например, охрана или консьерж. Но эти пункты должны быть указаны в договоре. Если человек пострадал от перерасчета, он вправе обратиться в суд, где ему не только вернут переплату, но и возместят моральный ущерб. Правда, в реальности все не так просто. Но добиться своего возможно. Последний пример. Жители одного из ногов порадовали за то, что тариф, который ранее был 23 рубля за квадратный метр, резко упал до 18 рублей. Сейчас надежда записалась на прием к начальнику управления ЖКХ. Это ее третья попытка. Мы будем следить за развитием событий.